САНС САНС Как дела? САНС, знаешь, не очень хорошо с моей стороны Оу, извини, бро Чё, как? Ну, брат, у меня есть очень важный вопрос относительно человека, который я хотел обсудить с тобой Видишь ли, Андайн кое-что упоминал о взятии человеческой души Иии, ну, мне кажется, что это не очень Ты это чувствуешь? Ага А то, скорее всего, земля трясет САНС? САНС? Мы должны убираться отсюда! Сейчас не самое подходящее время расслабляться Гигантские лианы вылезают из земли Они отправляются в Сноудин Монстры могут пострадать, мы должны им помочь Пошли! Ну Ну Ты прав Так или иначе Все это снова сбросится Нам нужно поискать выживших Я уверен, там и есть монстры застрявшие под обломками, которым нужна наша помощь Ай! Меня кто-нибудь слышит? Это... это я, Великий Папирус И если вы слышите меня, пожалуйста, прошу, скажите что-нибудь Ничего! 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 Из всех сбросов Это тяжелее всего отразился на Папирусе Дават М altro Т Article Т Анна Я не летела Т 난 Но иногда, особенно плохие, он запоминает. Санс? Почему ты не спишь? Ему не очень хорошо спалось. Ну? Ну? Наверное, мне просто надоело спать. О боже, Санс. Так Хэм, что насчёт тебя, бро? С чего ты так рано скачил, спасили? Ах, мне приснился кошмар, это было довольно пугающе. Я не уверен, что смогу уснуть. Тогда как насчёт сходить куда-нибудь? Только мы с тобой. Это поможет тебе отвлечься от пугающих мыслей. И сам выбираешь, чем заняться. Всё, что хочешь, бро. Что угодно? Точно, бро. Ну что, Санс, я считаю, что это место отлично подойдёт для снежной скульптуры. Такой же великой, как я. Как думаешь? Ну, даже не знаю, бро. Э? Я не думаю, что есть что-то, что может быть таким же великим, как Великий Папирус. Я довольно хорош. Я построю свою вот здесь, Санс. А ты можешь построить свою вон там. Замётано, бро. Ты в самом деле? Санс, я думал, ты будешь делать снеговика вместе со мной. Я делаю. Видишь? Это снежный Санс. Ну что ж, он и прямо на тебя похож. Санс, я зовут Папирус, я скелет из магии и костей и прочее. Боже, он теперь в хорошем настроении. Хех. Санс, надеюсь, твои глазницы готовы смотреть на само величие меня в снежном виде. Я готов, бро. Сожерцань. Ох, Ох, Папирус. Это, вероятно, наикрутейшая статуя на свете. Да, дорогой муэр, это довольно круто. Но будь готов, ибо я сейчас сделаю её, если получится гораздо круче. А? Сколько раз я просил, чтобы ты не одевал это на шею. Ну, у моего боевого тела нет карманов. И это первый раз, когда я ношу мини-шарф. Я его принёс для великого снежного Папируса. Возьми себя в руки, Санс. Чёрт. Видишь? Ну, разве не круто? Так здорово, бро. Санс, ты в порядке? Я в норме. Думаю, мои глазницы просто не были готовы к такому. Да, конечно. Я понимаю прекрасно. Это однозначно требует немного подготовки. Чтобы ты смотрел на что-то клёвое, как это. Санс, мы должны быть идти на работе. Ровно одну минуту назад. Да? Да, что если мы пропустим идущего человека? Мы не можем позволять себе опаздывать. Санс, да простись, мы на твоем посту. Я вернусь позже, дабы убедиться, что ты опять не спишь. Ладно. Хорошо, малыш. Что будет сегодня? Что ж, по крайней мере, временные рамки никуда не сдвинулись в этот раз. Так что я, пожалуй, спущусь и раскалю к чертям ту ветку. Человек, ты разве не знаешь, как встречать нового друга? Повернись и пожми мне руку. Старый трюк с подушкой-пердушкой в руке. Всегда смешно. Насколько мне известно, существуют три основные линии, контролируемые человеком. Эту я называю поцифрист-линией. Эти временные линии наиболее приятные. Все, в конечном счете, будут освобождены из подземелья. И никто не умрет. Перед подземельясь к обычной нейтральной линии, которой можно пройти множеством различных путей. Они являются самыми непредсказуемыми и странами из всех трех, обусловливаясь наименьшим количеством изменений в целом. Они не всегда хорошие, но и не всегда плохие. Третья, ну а третья, это временная линия геноцида. Все умеряем, и временная линия рушится, прекращая существование. Это не требует объяснений. Ее трудно забыть. Ну же, сам стряхнись. Стряска. Неплохо. О, это, наверное, Тори. Че как, бро? Санс, ты можешь встретиться со мной в трону в зале короля? Думаю, что человеку может понадобиться наша поддержка. Конечно. И ты спросишь меня почему? Это не важно. Вау, Санс, ты такой хороший друг. Санс, я же сказал в трону в зале. А это Хоу. Ладно, неважно, ты можешь со мной просто пойти. Ага. Очень важно, чтобы мы все были рядом с нашим другом, человеком. Эй, не надо драться с другом. Привет, народ. Как дела? Может, в этот раз? Мы останемся свободными. Хех, пожалуй, это до сих пор моя лучшая шипа. Где я опять уснул? О, точно. Мы выбрались на поверхность. Снова. О, Санс, вот ты где. Хе-хе. Здесь все так красиво. Повсюду растения. И небо. Оно больше, чем я мог себе вообразить. Так открыто и свободно. Не так душно, как это было подземелье. Я наконец-таки могу вздохнуть. Папирус? Эй! Я не помню этого. Что происходит? Я не понимаю. Черт. Папирус, ты меня слышишь? А-а-а-а. Скажи мне, что с тобой, бро? Просто внезапно почувствовал себя немного уставшим. Я ничего с чем бы велегип. Папирус не справился. Папирус, как будто ты в последний раз проверял свой ПЗ. Папирус. 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 Я не могу не использовать салфетки. Но они далеко позади. Они буквально в двух шагах. Так далеко. Не волнуйся. Я уверен, что смогу достать оттуда одно. Чел, я не могу тебя нести, когда ты так раскачиваешься. Папирус, я могу уронить тебя. И тогда нам обоим не поздоровится. Почти достал. Удалось. Что, черт возьми, здесь творится? Мои булочки. Они предназначались для всех. Вы, парни, хоть представляете, сколько ушло магии, чтобы спить вкусную выпечку. Не говоря уже о том, сколько мне стоило денег, чтобы обеспечить бесплатно еду и целый лагерь, полный голодающих монстров. Хмммм. Мы двое задолжали очень серьезную сумму по общему сообществу. Ну вообще, слушайте, я не могу легкомысленно относиться к домкам. Похоже, я мало перестарался. Но же, Папус, главное, что грилл совсем рядом. А, я так рад, что тебя забавляют ошибок на моей голове, лентяй. Бро, думаешь, что сможешь дойти до палатки? Думаю, я справлюсь. Привет, грилл. Полагаю, ты не хочешь помочь скелету? Хмм. А? Что случилось с Папирусом? Оу, Папс, он чувствует себя не очень хорошо. Надеюсь, что ты сможешь сделать что-то хорошее, чтобы помочь ему прийти в себе. У меня в ящике есть немного молока. Он может взять, пока я готовлю. Спасибо, друг. Столько жира. Папс, просто съешь это. Ээээ, такой... Эээ, склизкий. Ээээ. Я не уверен, что одного бургера будет достаточно. Санс, я тебя умоляю. Хех. Здесь жарковато, не так ли? Ха! Спасибо, грилл. Теперь я чувствую себя как огурчик. Если бы этот огурчик состоял из косей и был бы так же крут, как и я, то тогда это было бы то, что я хотел почувствовать. Хух. Эх, спасибо, грилл. Для меня это многое значит. Так, вот, у меня где-то здесь было немного золота. Только... Надо найти. Я запишу это на счет. Спокойной ночи, бро. Черт! Чтоп тебя, малец. Почему это всегда происходит, когда я засыпаю? О, разве я забыл упомянуть, что временная линия по цифризм может стать геноцидной, а? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Санц, я захожу. Ты опять ел ванной? Хух, ага. Вот честно, Санц, сколько можно тебе говорить, что всякий раз, когда ты ешь ванной, ты засоряешь слив? И когда настаёт моя очередь мыться, то мне приходится вычищать его. Это отвратительно! Да ладно, бро, не стоит париться из-за этого. Вот так и не усни в душе, хорошо? Я пойду закончу собираться на работу. Ладно. Я так устал. Всё снова перезапустилось. Почему я вообще беспокоюсь? Какой в этом смысл? Зачем я вообще продолжаю делать это? Мне нужен перекур. Папирус никогда не оставляет свою дверь открытой, когда он собирается. Эй, Папирус. Он просто стоит. Папс, ты в порядке, приятель? Санц? Думаю, мне может понадобиться помощь. Я только начал одеваться и... И тогда... О нет. Мой шарф, который мы вместе сшили, на нём пятно. Забудь про шарф, Папирус! Скажи, что случилось! Ну же, Папс, почему бы тебе не присесть, а? С тобой всё будет в порядке. Я взгляну, хорошо? Чёрт! Матери божья! Почему? Как это возможно? Ах, как это исправить? Я не смогу вечно успевать вовремя. Лаборатория. В лаборатории есть стабилизаторы. Давай, бро. Чёрт! Давай! Проклятие! Будет немного больно, приятель. Не волнуйся. Для такого крутого парня, как ты, это пустяки. Верно? Я знаю. Ты справишься. Папирус. Ничего. Отлично выглядишь, бро. Санс? Санс? Санс, стой! Что это? Ну, выглядит не очень безопасно. Мои безупречные ребра, это лучшая защита. Теперь я в большей безопасности. Хм, Сансу понравилось бы это. Надеюсь, что он в порядке. Я должен вернуться к Папирусу. Я не могу всё время убегать. Я больше так не могу. Я больше не хочу продолжать. Санс? Ты ранен? Санс, я вижу твой ПЗ. Санс, не глупи. Ты хочешь стать кучкой пыли на снегу? Ага. Грилби, я больше так не могу. Если ты думаешь, что я позволю тебе сидеть здесь и чахнуть, то ты ошибаешься. Есть те, кто беспокоится от тебя, Санс. Не будь с таким друсом. Подумай о тех, кого ты оставил. Подумай о своём брате. Ну? Да. Ты прав. А? Не хочешь зайти выпить? Хе-хе. Спасибо, Грилбс. Но мне лучше вернуться к... ААААА! Чёрт... Я совсем забыл про малыша. Санс! Саанс! его здесь нет а вот и где ленивая куча костей ты не санс привет ты тоже заблудился ты меня видишь папирус папирус сможет меня видеть прошу прощения но я не понимаю о чем ты говоришь но не бойся я великий папирус помогу тебе выбраться из этого лабиринта это будет величайший тест на решение головоломок разумеется и так друг как же мне тебя звать доктор кастер эштон кайзер оставил нет это не совсем верно о паста доктор гастер астер астер я угадал он назвал меня по имени ты снова плачешь эй рюбс эвакуируй город ради меня лады хоть раз сделаю то что должен благодарю приятель привет приветствую ты времени даром не теряла да я так понимаю тоже ты опоздал где твой брат я по нему соскучилась он сегодня на больничном похоже тебе придется тусоваться со мной ты так знаешь малыш ну давай юморист проклятие я использовал слишком много магии чтобы помочь папайрус что невозможно сразу достигнуть такого высокого урта что ж полагаю это конец эй санс ты попался астер ты в порядке конечно обычно сам сделать такое лицо когда пытается что-то скрыть от меня стой папайрус я не думаю что это хорошая идея видишь объятия помогают эм астер ты ты будто таш на мне я не покину тебя снова эм это немного неудобно больше никогда и что ты делаешь стой моя капельница тебе не нужно этого делать я всего лишь хотел помочь тебе ты выглядел таким грустным мне жаль астер прошу не делай этого санс помоги мне санс ты где ты делаешь мне больно санс со мной ты будешь в безопасности я не хочу потерять себя как санса все будет хорошо прям как старые добрые времена мы будем так близко ты и я но я полагаю ты не помнишь но все в порядке нахождение во времени пространстве дает преимущество и я смогу кое-что показать тебе я могу вернуть тебя мы снова сможем быть вместе ты вспомнишь все Папайрус, просыпайся, ленивые кости. Доброе утро, брат! Тише, мы же не хотим разбудить Санса. Он наконец-то дома. Ого. Хм... Эй, давай сходим в город. Но что насчёт Санса? Мы можем прихватить ему что-нибудь хорошее на обратном пути. Эстер, где ты взял столько денег? Тише, ты же разбудишь его. Санс дал их прежде, чем вырубился. О, эй, может быть парень с пазлами сегодня в городе? Идём, мы не должны пустить его. Стой! Парень с пазлами! А? О, вы двое. Планируете покупать что-то в этот раз? Или как обычно, пришли поглазеть? Ах, ох. О, Эстер, сколько денег у нас осталось? Достаточно. Извини, маленький приятель. Я не расслышал. Хм... Хм... Санс говорил тебе практиковать английский. И это просто парень с пазлами. Мы знаем его. Ты можешь это сделать, брат? Не-не-не. Я сказал... Не торопись, приятель. У нас достаточно денег сейчас. Вау! Очень хорошо, Эстер. Спасибо. Отличная работа, приятель. Перейдём сразу к делу, да? Конечно! Головоломки не шутка! Ага! Это всё же здесь! Сколько стоит вот эта вещь? Десять баксов будет. О, ты считаешь это забавным? Да? Давай же, скажи это. А, Эстер, боже мой! Ты хуже Санса. Я извиняюсь за ужасное чувство юмора моего брата. Нет? Въехать. Внимание, монстры! По приказу ведьминой стражи, эта область будет закрыта в течение следующих двух-трёх часов. Пожалуйста, не пытайтесь приблизиться. Иначе мы не колеблясь, используем силу, дабы заставить вас покинуть это место. Как бы то мы не слышали отсюда. Вауи! Это люди там! Я никогда прежде не говорил с человеком! Папайрус, стой! Что, если Папайрус соговорит с людьми? Что, если я последую за ним и попытаюсь остановить? Эй! Эстер, отпусти меня! Что? Во имя Бога? Хэ! Стой! Ау! Папайрус! Брат! Это было очень грубо! Закрой! Эй! О! Отлично! Ты в порядке! Эстер! Позвони Сансу! Эм! Да, конечно! Эм! О! Ты можешь, по крайней мере, выпить свое лекарство? Нет! Это... Аааа! Не! Хорошо! В кремнии стали должен быть телефон! Идем! Ааааа! Стой! Попайрус! Вы в порядке? Что случилось? Нужно позвать мою маму! Ах, нет! Все в порядке! Мне просто нужно позвонить Сансу! Было бы неплохо, если бы ты одолжил мне свой телефон. О, мой бог! Эй, Грилс, я не ожидал, что ты позвонишь. Так, Эм, ты хотел поговорить о чём-то? Или же просто хотел услышать мой прекрасный голос? Санс, это Папайрус. О. Астер снова забыл своё лекарство. Не мог бы ты принести их в Кременисталь? Он очень слаб. Снова? Да, я сейчас буду. Динкс, ты хоть понимаешь, как важно для тебя постоянно иметь при себе лекарства? А? Твоё здоровье так мало значит для тебя? Разве ты не понимаешь, насколько серьёзно кармическое отравление? Ты мог умереть, Динкс. Без подавляющих препаратов твоя собственная магия может убить тебя. Папайрус, я не всегда будем рядом, чтобы принести тебе твоё лекарство, Динкс. Начинай быть более ответственным. Эх, прости, Грилпс. Спасибо за помощь моим младшим братьям. Конечно. Я принесу Астеру воды. Оставайтесь здесь столько, сколько понадобится. Слушай, я не люблю кричать на тебя. Ты должен понимать серьёзность своего состояния. Я забочусь о тебе, ты знаешь. Я просто не хочу потерять тебя. Простите. Стой, Динкс. Если ты будешь плакать, то Папайрус тоже будет плакать. Я буду плакать. Грилпи будет плакать. Мисс Флинн будет плакать. И вскоре весь город будет плакать. Здесь будет так много слёж, что можно было бы открыть аквапарк. Да. Ненавижу принимать их. Всё хорошо, Астер. Ты скоро снова сможешь открыть глаз. Что ж. Так или иначе, почему ты использовал так много магии? Это моя вина. Я хотел поговорить с людьми, но Астер схватил меня бластером и привёл сюда. О боже мой, Папайрус. Вы двое убьёте меня. Санс! Ты не должен был видеть этого. Папайрус, прошу успокойся. Я не хотел, чтобы ты видел это. Я чувствую, как ты встаёшь внутри. Ты не хочешь навредить мне, не так ли? Папайрус, отзови пластеры прочь. Эй! Остави, это щекотно. Нет, это не... Смешно. О, Папайрус, убери её. Я не привык к таким чувствам. Ещё немного. Аааа! Нет! Больше не могу. Слишком больно. Это не сработает. Может, если и я... Нет, я не могу навредить своему брату. Я великий Папайрус, и я найду другой способ выбраться отсюда. Давно я так не смеялся. Помнишь, когда я в первый раз научил тебя призывать бластеры? Что ж... Наверное, не помнишь? Я часто вспоминаю об этом. Сан! 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 Смотри, что сделал Астер. Разве не круто? Очень круто, бро! Очень круто, очень круто, очень круто! Как ты это сделал? Можешь нам показать? Да, покажи нам! Хм... Это не так сложно. Встань вон там, рядом с Папайрусом. А? Сан! Сленивая ты, Костяшка! Я буквально отошёл на два шага. То, что ты можешь телепортироваться, это ещё не означает, что ты не можешь время от времени использовать свои ноги. Сдаётся мне, что кое-кто завидует. Я не завидую! Ладно, и так. Можешь продолжать убеждать себя в этом, бро. Хм... Вы всё ещё хотите научиться? Да! Хм... Вы слишком близко стоите друг к другу. Не проблема. Вот так гораздо лучше. Теперь... Сделайте глубокий вдох. Сосредоточьтесь на энергии, что глубоко в ваших душах. Дотянитесь до неё. Ощутите, как она течёт по вашим костям. И просто... Выпустите её. М... М-м-м-м... Вау! У меня получилось! Но... Хм... Почему он такой... Маленький? Я же старше... Почему у меня меньше? М-м... Может, это потому, что у меня два магических глаза, а у тебя только один? Хех, возможно Или же... О, может, они просто по-разному действуют Возможно, твой глаз сильнее или что-то в этом роде Че? О, боже мой, не! Эй, Папс, всё не так уж и плохо Ага У меня появилось двое! Великому Папайрусу снова удалось! Я назову тебя Пусака и Мрамор Что насчёт вас, ребята? Какие вы дали им имена? Имена? Я не уверен Я не думал о том, чтобы давать ему имя Думаю, я назову своего Скалли Что думаешь, Папс? Довольно круто, верно? Я серьёзно, Санс И кто сказал, что я не серьёзен? Скалли, отличное имя Эм, Санс Я не очень хорошо себя чувствую Твои глаза раздражены, приятель? Ага Ты ещё не привык к этому месту, не так ли? Нет Дай-ка посмотрю Я сказал, что нет, Санс Я чувствую слабость и головокружение И мои глаза щиплет от магии Эм, может ты заболел? Возможно Мне это не нравится Эй, Дим, не плачь, всё в порядке Санстром всё будет хорошо? Я не знаю, Папс Что мне делать? 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 У тебя жар Я могу поискать лекарства Если у тебя температура, значит ты простыл Верно? Возможно так и есть Это не похоже на простуду Мои глаза так сильно болят Такое чувство, что мой череп сейчас взорвёт Мастер, с тобой всё в порядке Что это? Это не кровь Это магия И я больше не чувствую боли Папайрус, отойди, чтобы вы могли телепортироваться Нам нужно в больницу Хорошо Я мало что помню до того, как мне полегчало Но что я точно помню Это то, что когда я проснулся Ты держал меня за руку Не понимаю Что ещё за кармическое отравление? С Астром всё будет в порядке? На данный момент С ним всё будет хорошо Он проснулся? Как ты себя чувствуешь? Твои глаза всё ещё болят? Нет Сейчас я чувствую себя намного лучше Хотя Я не могу открыть свой глаз Это ожидаемо На самом деле тебе очень повезло От такого сильного магического давления Мастер с другим строением черепа Потерял бы свой глаз У тебя он восстановится через час Не волнуйся Спасибо всем Просто для ясности Никто из вас вообще не находится под присмотром взрослых Ни родителей или родственников То есть мне некому звонить и объяснять ситуацию? Нет Здесь только мы Я заботюсь о своих братьях Вы можете объяснить всё мне Я смогу справиться со всеми обязанностями Что ж Если это так Тогда слушай внимательно Что я сейчас скажу Это очень важно Так что не бойся спрашивать Хорошо? Хорошо Как я уже ранее говорила У твоего брата так называемое кармическое отравление Или КО Это серьёзная болезнь Из-за которой магия монстра поражает его тело Есть три способа как это происходит Через магию Физически или душевно Такие монстры как Астер Имеющие возможность использовать средний объем магии более двух раз Склонны к магическому КО Или МКО МКО непосредственно влияет на магию Подпитывая и сжигая ее в огромных объемах Таких объемах Которые тело фактически не может содержать Она скапливается в местах использования магии Пока не достигает достаточного давления, чтобы вырубаться наружу В виде сырой магии Это единственный способ, которым тело избавляется от излишков магии Впрочем, потеря ОЗ и головокружения может произойти и от простого использования магии Сильная утечка сырой магии, как эта, повышает скорость уменьшения ОЗ Если это долго не лечить, то ОЗ может уменьшиться до нулевого показателя Ты понимаешь, о чем я говорю? Ага У тебя еще есть вопросы? Ам... да... Вы сказали, что это лечится? Можете ли вы дать что-то, чтобы ему полегчало? Можно ли вылечить его? Ну... Лекарства есть Я выпишу твоему брату по рецепту супрессора магии Они именно так и называются Они ограничат вырабатывание магии монстром Так что нет никакой опасности переизбытка Лекарства действуют всего лишь несколько часов Так что этот препарат нужно часто принимать Но это самый эффективный способ лечения КО На данный момент другого лекарства нет Но это можно легко проверить Ладно... это здорово, да? Хорошо... Ам... сколько стоит это лекарство? Сможет ли он также во время приема пользоваться магией? Само по себе, оно не слишком дорогое Цена зависит от того, сколько требуется пациенту при каждом приеме И, разумеется, он сможет использовать магию Из-за супрессантов она будет весьма слабой Но без них использование магии может быть чрезвычайно опасно Нет ли такого способа, как укрепление иммунитета? Например, как укрепляющее и увеличивающее ОЗ-упражнение? Можно ли ему заниматься этим, чтобы лучше управлять магией и при этом не пострадать? И да, и нет Ему не следует пользоваться магией без супрессантов Однако, повышение ОЗ с помощью упражнений Это отличная идея Чем больше ОЗ, тем легче будет проходить перенасыщение Но это не отменяет того факта, что он может сильно пострадать Во время использования магии без принятия лекарства Если вероятно, что у меня или у Папайруса тоже может быть КО Вы двое можете провериться, пока находите здесь Но КО не является заразной или генетической болезнью Так что не стоит волноваться о том, что вы ее словите Такое случается, когда монстр ежедневно подвергается чрезмертному магическому воздействию Но за перенаселение и человеческой оккупацией Она ежедневно заражает все больше и больше народу Сложно сказать, откуда могло взяться КО Исключая магический тип От МКО гораздо легче обезопаситься Поскольку оно возникает на основе магических способностей монстра Так что мы можем проверить себя Так же и на наличие ранних признаков кармического отравления Сможет ли Дингс так же жить счастливо? Сможет ли он нормально вывести и все такое? Это не скажется на его продолжительности жизни, так ведь? Пока он будет регулярно принимать лекарства, с ним все будет в порядке Благодаря лечению, Астер проживет долгую жизнь, как и все остальные И все же, даже несмотря на то, что сапрессанты помогут ему оставаться здоровым Множество монстров, как правило, демонстрируют признаки физической, эмоциональной усталости Поскольку они принимают их в течение длительного времени Магия монстра бесценна, полна жизни и самовыражения Так что когда магия исчезнет, что ж, становится труднее Во время взросления жизнь Астера немного усложнится Но от этого она не станет невозможной Я назову его Мангомери Кого? Моего костяного друга Санс и папайрис уже дали имена своим Так что теперь я дам имя своему Динкс? Динкс, что ты делаешь? Тебе нельзя использовать магию Санс, все хорошо Тише, тише Успокойся, Мангомери Хорошо? Нет, это не хорошо Ты не можешь Твоя магия, но ее нельзя Санс, дыши глубже Сглянил своего брата Он лежит под капельницей Видит только один глаз И судя по тому, что ты ранее говорил Его способность депрессива также ослабли С Астером все в порядке На данный момент его магические способности снижены Оу Прошу прощения Послушайте, мальчики Моя совесть не позволяет оставлять все это на вас троих Я буду рада помочь вам, чем смогу С расходом на лекарства, с оплатой учебы, жилья, еды Монако обеспечит вас тем необходимым И она так и сделала Доктор Монако довольно долгое время заботилась о нас Ты помнишь ее, папайрис? Я не очень хорошо помню ее Но я знаю, что Сансу она не очень сильно нравилась С этим не поспоришь? Оу Ты помнишь язык жестов? Это потрясающе Как ты видишь меня? Мой дорогой брат Тот, кто един с пустотой Может видеть все А как ты еще думаешь, я смог показать тебе прошлое? А? Ох, папайрис, ты очарователь Я способен на гораздо большее, чем обычные фокусы Постой Это все хорошо, но если ты можешь видеть все тогда Покажи мне, где сейчас Санс, пожалуйста Когда я видел его в последний раз, он был напуган Я знаю, что он не мог оставить меня здесь одного без причины Я волнуюсь за него Мне жаль, что тебе пришлось видеть это Санс в порядке? Правда? Разумеется Ты его ищешь? Я ничего не вижу Судя по всему, Альфис скоро спустится Альфис? Друг Андаин? А чем она могла заниматься в таком жутком месте? Она здесь живет Эй, куда мы идем? А ты довольно тяжелый А что если Санс вернется? А если мы уйдем, он не сможет найти меня Ты не доверяешь мне заботу о тебе? Не волнуйся, Санс Хм, как я могу не волноваться? Санс ведь мой брат Так же, как и я, Папайрус И поэтому я говорю тебе не волноваться Хм, кто это? Пожалуйста, помоги Стой! Нет! Хм, ну а теперь И теперь Давай продолжим наше путешествие по воспоминаниям Как насчет чего-нибудь Чуть более существенного О, существенного А? ой эй сэнси уже перерыв приходи к нам кто сегодня будет g-dog хорошо сейчас буду готовьтесь проигрывать астер как хорошо что ты пришел добрый вечер доктор монако ты не столкнулся с какой-либо проблемой по дороге сюда нет я столкнулся с сам со в коридоре он не видел меня но я был немного напуган и ты в этом уверен ты знаешь насколько твой брат не согласен с нашей работой было бы проблематично если бы он увел тебя от нас да конечно не стоит беспокоиться об этом отлично прошу заходи а